Добрый день, друзья и гости канала! Сегодня в мои руки попались такие вот череночки на укоренение. Вот это декабрист или шлюмбергера, которого, как мне кажется, у меня нету. А это хатиора, которая цветет желтыми цветочками. Сегодня я буду их укоренять. Для этого потребуется корневин, две емкости с дренажными отверстиями, сразу приготовила поддон, и грунт. Грунт состоит из универсальной почвы, почвы кислой для азалий, немного керамзита и циолита для разрыхления. Так, приступим. Перемешиваю равномерно грунт. Он у меня хранится на балконе, поэтому немного подогрела. Вот в этой емкости очень удобно. Как раз вмещается в микроволновку. Прям чувствуется, немножко тепло идет от почвы. Растениям гораздо легче прижиться, если почва не холодная. Так, готово. Наполняю емкости грунтом примерно на треть. Вот так примерно. Молодым растениям большой объем почвы только навредит. Так, одна готова. И вторая. Растения мои предварительно подсушены в 2 часа. И можно приступать к посадке. Для лучшего результата основание черенка опускаю в корневин. Вот беленький. Делаю отверстие в почве. Стараюсь это сделать чем-то, а не черенком, чтобы не повредить ничего. И все. Немножечко закапываю. Примерно на полтора сантиметра. И то же самое теперь. Вот так это будет. То же самое теперь с череночками шлюмбергеры. Делаю отверстие в грунте. Вставила примерно до середины. И второй. Эти оба растения, их и теора и шлюмбергеры, являются лесными кактусами. В их мясистых листочках есть запас жидкости. Поэтому я эти черенки ничем укрывать не буду. Никаких тепличек. И по моему опыту я еще ни разу не видела, чтобы черенок лесного кактуса высох в процессе укоренения. А вот чтобы загнил, видела. Поэтому им лучше чуть более сухость, чем лишняя влага. Вот он один получается. Вот с другой стороны второй. Почву следует держать немножечко влажной. Прям вот чуть-чуть. Вот так вот полью. Когда растения начнут расти и у них появятся новые листочки, тогда можно побольше поливать. Вот. Чуть-чуть влага пошла. И этого достаточно. И хатиору так же. Вот чуть-чуть прям влага, чтобы земля как бы облегла растение лучше. Лучше соприкоснулась с основанием, которое будет давать корни. Вот так вот. Чуть-чуть. Даже видно, что запотели стенки стаканчика, потому что почву я грела. Влага тут есть. Вот и все. Вообще ничего сложного. Растения эти очень живучие и неприхотливые. Примерно вот такой результат увидим через месяц. Вот маленькие листочки. Вот листочки. Тут что-то не пойму. Нет, есть. Вот тут крохотуля новая лезет. Вот какой листочек уже отрус. Тут маленькие. Рипсолидопсис это не шлюмбергер, это рипсолидопсис. Он почему-то у меня быстрее всех начал расти. Рипсолидопсиса очень хорошо уже видны корни. Стоит только запастись терпением всего лишь месяц и у вас новое укорененное растение. Вот и шлюмбергер. Вон листочек. Тут везде-везде есть маленькие точечки, которые начали расти. Так. И вот тут у меня еще шлюмбергеры. И тоже везде что-то начало расти. Они много дают воздушных корешков. Растение явно старается укорениться. Можно видеть малюсенькие зачатки новых листиков. И тут и там уже маленький вот листочек. Вон он такой зелененький маленький. А вот так шлюмбергера выглядит через 4 месяца после укоренения. Растет очень хорошо. Мне ухаживать за ней легко. Приживается без всяких специальных тепличек. А на этом все. Если видео понравилось ставьте лайки. Если хотите увидеть следующее подписывайтесь. до скорых встреч. Увидимся.